Народный контроль в очередной раз побывал на улице Урицкого. Ремонтные работы здесь ведутся с мая. Претензии по качеству и срокам выполнения возникают уже не в первый раз. О том, как заставить подрядчика работать быстрее, моя коллега Дарья Крут. Для Ольги Дмитриевны передвижение по родной улице Урицкого – ежедневные испытания. Пенсионерка с трудом преодолевает глубокие ямы. Еще тяжелее – поездка на дачу. Это безобразие. Что не выйду на дачу, еду – безобразие. Плююсь, не знаю, куда присесть, сяду на этот цветочник и жду автобус. Когда улица начала преображаться, жители было обрадовались. Еще не знали, какими проблемами обернется ремонт. Перекопанную дорогу будто бы и не собираются приводить в порядок. Люди обозлены только тем, что ямами никто не занимается. Они бы первое же хотя бы сделали ямы, которые… Люди уже бесят, они просто эти ямы. Где поребник? Нет его. А тут будет поребник. Выступать на 5 сантиметров выше. Народный контроль уже чувствует себя здесь как дома. Жалобы от жителей поступают постоянно. С подрядчиком беседовали не один раз. Приезжая на объект, обнаруживают все новые проблемы. На улице Урицкого позаботились о людях с ограниченными возможностями. Для слабовидящих здесь установили тактильную плитку. Нащупав неровности, человек сможет понять, что перед ним проезжая часть. Однако сможет ли инвалид перейти такую улицу? Саму плитку переложили недавно. Через пару дней после первой укладки она оказалась разбитой. Проблема – близлежащий магазин. Сегодня контролерам пришлось побеседовать с его руководством. Сейчас с подрядчиком разговариваем. Они не успевают за вами плитку менять тактильную, которая предназначена для слабовидящих. Они только поменяют ваши фуры и сразу эту плитку разбивают. Тротуары, которые еще не сданы, уже покрываются трещинами. Дорожные знаки, снятые для ремонта, временными заменять не торопятся. Не соблюдается элементарная культура строительства. Мы видим, что тротуар делается вдоль улицы Урискова, но затягивается работа. Потому что что-то мы видим демонтировано. Вот можно посмотреть сюда, лежит куча песка, демонтирован асфальт, осталась лужа. Вот в этой части работа выполнена, а в этой части нет. Люди ходят по горочке, все зададут вопросы, когда это будет сделано. Закончить работу в срок до 31 июля не успевают. Подрядчик уверяет, стараются как могут. Зависит все не только от них. Не то, что не успеваем, не справляемся. У нас работы ведутся в штатном режиме. Просто погодные условия в этом году, как вы видите, дожди мешают. Поэтому немножко задержки. Тем не менее, начать выполнять предписания обещают уже сегодня. На предыдущие замечания, а их было немало, реагировали оперативно. Народным контролерам предстоит провести здесь еще не один рейд. Дарья Крот, Сергей Чекмарев, Новости города.